Особое мнение на 101FM Добрый день, 12.05 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду её я, Мария Кожевникова. В гостях у нас управляющий партнёр международной юридической компании «Кастин и партнёры» Олег Кастин. Олег, добрый день. Добрый день. Долго не встречались в этой студии с вами. Вы сейчас живёте на два города – Киров, Санкт-Петербург. И мне кажется, что в Кирове вы в последнее время стали бывать меньше. Может быть, мне кажется. Но если нет, то почему там бизнес идёт сложнее или, может быть, там жить приятнее? Но последний год действительно я постоянно живу в Санкт-Петербурге, а в Кирове я бываю лишь наездами. Надо понимать, что головное предприятие всё-таки у нас находится в городе Кирове по-прежнему, а не в Санкт-Петербурге. А в Санкт-Петербурге – обособленное подразделение нашей компании. По уже установившемуся закону любого бизнеса, это не только юридический бизнес, любой бизнес так живёт, уделяется внимание и вкладывается больше средств в то место, которое даёт тебе большую отдачу. Это закон бизнеса. Поэтому Санкт-Петербург достаточно большой город, финансово большой, инфраструктурно большой. И на вложенный рубль мы там получаем, вот один рубль вкладываем, получаем 10. В Кирове, например, вкладывая 1 рубль, мы получаем 3 рубля. Поэтому внимание естественным образом перераспределяется в сторону более перспективного, выгодного направления. Не значит ли это, что из Кирова скоро захочется уйти совсем? Или здесь другое видение, и лучше создать офис ещё где-нибудь? У нас в ближайших планах открытие офиса в городе Москва, в столице нашей Родины. Поняв, что 1 рубль приносит в столицах больше денег. Мы на это очень надеемся. Но дело в том, что город Киров так традиционно сложилось, и мы можем достаточно открыто об этом сказать, что здесь есть, например, крупный юридический вуз, филиал, скажем так. Поэтому кадровое обеспечение всё-таки здесь для нас понятно, как набрать кадры. То есть здесь закрываться не собираетесь? Пока да. Пока не собираемся. Ровно ещё, наверное, на 50%. Потому что, как вы знаете, я ещё являюсь руководителем офиса арбитражного центра при РСПП. То есть это не государственный суд, который вершит разрешение споров в экономической сфере. Ну, для нас это крайне важно. Кроме нас это не делает никто, и поэтому, ну, точно, эта структура будет здесь оставаться. Ну вот раз уж мы заговорили о бизнесе, да, о том, где ему легче, где ему сложнее, где он может больше заработать. Ну вот свежая новость сегодняшняя, завод Канди итальянский в Кирове приостановил производство. И вообще за последний год работа бизнеса, она, в принципе, сильно поменялась. Да, ну где-то три смены, где-то приостановка производства. Вот в чём стало сложнее, в чём проще? Или это всё-таки каких-то отдельных сфер касается? Можно ли вот на каком-то вашем примере об этом поговорить? Всё очень просто. Первыми от санкционного давления, от ухудшения общей финансовой составляющей будут страдать, конечно, маленькие небольшие города, потом средние, город Киров. И только в последнюю очередь существенно пострадают наши столицы, Санкт-Петербург. А Москва, мне кажется, и вовсе не заметит потери бойца, что называется. Просто потому что все деньги, в соответствии вот со сложившейся традицией в России, стекаются в центр, в Москву, в столицу. И поэтому, мне кажется, они, если и почувствуют, то в самую последнюю очередь. А вообще ситуация и геополитическая, и финансовая, конечно, складывается не на пользу бизнеса. Платёжеспособного населения всё меньше. Кадровые ресурсы перетекают в столицы. Мы вынуждены сейчас, например, присматриваться к студентам. То есть третикурсники – это, скажем, те люди, на которых мы смотрим, которых мы приглашаем на работу в соответствии с их знаниями, которыми присматриваемся и планируем их принимать на работу. Ну, есть толковые и толковее 30-летних тут уж. Всё зависит от человека. И вот мою позицию разделяют тоже предприниматели, которые вчера, например, собрались на расширенное заседание правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Вот вчера происходило такое важное событие. На этом событии присутствовал, ну, понятно, Медведков Виктор Иванович, как руководитель. Андрей Леонидович Усенко, как представитель ВТПП, как президент ВТПП. Он тоже входит в правление РосПП. Андрей Вавилов. Все наши главные, без исключения, без изъятий промышленники. Слово держали Савиных здраво. Борис Иванович Пестов художественный, кисти, правильно так называется, присутствовал руководитель ВТПП. Поэтому весь цвет был там. И какую-то главную мысль сейчас, наверное, да? Мы тоже поднимали вопрос о кадрах. Ситуация складывается следующим образом. Так как край наш, скажем так, традиционно направлен на оборонную промышленность, там есть гигантский дефицит этих самых кадров. И получается, что в ограниченное количество людей, которые могли бы работать на этих предприятиях, специалистов, не очень специалистов, за них сейчас идет конкуренция. Но при этом количество этих работников не увеличивается. Качество их, профессионализм их не увеличивается. Увеличивается фонд оплаты труда. Ну раз конкуренция, чем же еще конкурировать, кроме как денег. Но это не играет на пользу бизнеса точно. Для бизнеса идеально, чтобы за него дрались, чтобы была безработица. Чтобы можно было выбирать самых квалифицированных и не по завышенной, скажем так, цене. Как бы это ни звучало. То есть зарплата должна быть тоже разумной. Иначе, ну где же экономика? Этот вопрос был направлении поднят, но ответа, к сожалению, пока нет. Недалее, как, по-моему, в течение месяца, проходил как раз-таки в Москве съезд РСПП. И Александр Самохин, это предприниматель, промышленник из Кирова-Чепецка, был представителем на этом съезде. На съезде присутствовал Силуанов, министр финансов. По-моему, Егоров его зовут, налоговик самый наш главный. Ну, конечно, Шохин, это как раз руководители РСПП. И там эти вопросы поднимались. Но и ответов там тоже не было получено. Из чего мы делаем вывод о том, что проблемы промышленников и предпринимателей, это проблемы, которые они должны сами решать. Промышленников и предпринимателей. Да, я, чтобы не допустить тавтологию, уж не стал это говорить. Но это звучит именно так. Поэтому есть вопросы, на которые нет ответов на сегодняшний день. В связи с этим вот хочу сказать, что и раз нет кадров, нет производства, нет бизнеса. Об интересной тенденции вы говорите, ну, об интересной в кавычках, конечно, не в пользу Кировской области совершенно, когда и кадры уезжают, и бизнесу выгоднее бы в другие регионы крупные уехать. Да, вот что дальше-то ждать. Да, действительно, вот на примере нашего бизнеса. Очень много талантливых молодых людей уезжают, ну, устраиваются к нам, например, на работу. Поработав, изучив нашу практику, мы же их учим работать, ну, то есть в институте, к сожалению или к счастью, не учат работать, а дают какую-то базу. Они понимают, что они действительно могут работать и делают свой выбор в пользу столиц, потому что они там на порядок больше будут зарабатывать. И перспектив там на порядок больше. То есть уезжают лучше. И менталитет у молодежи сейчас, наверное, другой, да? Если, допустим, там, не знаю, я, там, много моих знакомых, ну, не хотим мы в столице. Ну, тесно нам там, а здесь просторы. А молодежь, мне кажется, охотнее, да? Безусловно. Они не обременены семьей, детьми, недвижимостью, имуществом. Им здесь, как бы, по-хорошему с азартом поработать, и вот они будут иметь скромные перспективы. Там они будут перспектив иметь гораздо больше и гораздо интереснее. Если говорить именно о юридическом бизнесе, поменялась вообще структура дел вот за последнее время? С чем сейчас чаще всего обращаются? Много вопросов появляется по военному делу, по вопросам мобилизации, но это не очень хороший спрос на самом деле. Я бы его, так сказал, назвал бы, ну, каким-то экстренным всплеском, который, наверное, ну, не стоит принимать во внимание. А вообще, мне кажется, в юридической сфере, на рынке юридических услуг сложилась революционная ситуация. То есть верхи не могут, ни за не хотят. Расскажу поподробнее. Просто сейчас наши потенциальные доверители, например, не считают возможным вообще оплачивать, например, консультацию юриста. А юридические компании, частнопрактикующие юристы, не могут им оказывать бесплатных консультаций. Вот и получается. В силу разных причин и в основном экономических. Потому что ведь предприятие, оказывая бесплатную консультацию, оно в любом случае платит деньги, и большие деньги на содержание вот этой инфраструктуры. А доверители, в общем-то, избалованные уже вниманием, они говорят, ну, так извините, давайте нам бесплатную услугу. Ну, потому что вас же много, вы же за нас конкурируете, окажите нам услугу. И, в общем и целом, уровень оказания таких услуг, это не только в юридическом бизнесе, ну, я просто вот знаю подробно об этом, поэтому вам рассказываю. В любом бизнесе уровень в связи с этим, качество оказания услуг, товаров, он неумолимо снижается. Для того, чтобы его поддерживать на высоком экспертном уровне, что пока нам удается делать, соответственно, нужно как-то оплачивать эту работу. Но когда вам ваш доверитель не платит денег, это невозможно просто. Вот, получается, верхи не могут, низы не хотят. Но, кстати говоря, с появлением вот последнее время искусственного интеллекта, я считаю, что вполне возможно, эта проблема должна решиться. Ту работу, которую можно не очень квалифицированно делать, отдать искусственному интеллекту, а умам делать работу... На самом деле, я хочу вам сказать, что искусственный интеллект в сфере юриспруденции... Не глупее. Не глупее точно и точно объективнее и беспристрастнее любого юриста в среднем. Любого юриста в среднем это точно. Для того, чтобы получить консультацию, вам не нужно ходить к юристам. Не ходите к юристам. Пользуйтесь искусственным интеллектом. Он выдает такие решения и такие консультации дает, которые точно в среднем лучше, чем консультация у живого юриста. Но и даже это не главное, а главное, обращаю ваше внимание на то, что эти консультации будут объективными и беспристрастными. Потому что, когда вы приходите, например, к юристу-судебнику, он в любом случае вам скажет, что, батенька, нужно судиться, потому что ему это выгодно. Если вы приходите к юристу, который, например, работает с госорганами, он скажет, что только вам надо письма писать в госорганы. То есть каждый кулик своего болота хватит. Интересно. Мне кажется, этому можно целую программу посвятить. Потому что я вообще сейчас вас слушаю и не очень понимаю. То есть это какая-то платформа, где можно задать свой вопрос, и тебе отвечает на него искусственный интеллект. Она уже существует? Или о чём мы говорим-то сейчас? Да, действительно такая платформа существует. Это OpenAI, то есть открытый искусственный интеллект, но которым сейчас пока широкие массы пользоваться не могут. Но мы делаем всё для того, чтобы до людей донести вот это благо. Потому что в любом случае это произойдёт. Пусть это лучше произойдёт, максимально корректно, удобно. То есть вы как юрист принимаете участие в создании вот такой платформы, которая будет оказывать людям бесплатные юридические услуги. Да, и это не коммерческий проект. Это проект, который поможет оздоровить рынок, избавиться от недобросовестных игроков этого рынка и поможет поднять уровень культуры юридической на новый уровень. А вообще, ну сколько нужно времени, чтобы такое в жизни воплотилось? В течение месяца мы, я думаю, презентуем уже этот проект. Интересно. Кажется, что это какое-то очень далёкое будущее. Почему-то вижу психологические, например, услуги очень хорошо в этом. Хотя ведь вопросы везде примерно одинаковые. Не знаю, муж пьёт, что мне делать? Вы знаете, я на этот счёт... Ну вот так получилось, что раз мы работаем в Санкт-Петербурге, я разговаривал на этот счёт с Андреем Владимировичем Курпатовым. Это, ну, известный психолог, автор книг «Красная таблетка». Мы много на эту тему говорили и говорили. Я просто к тому, что и юриспруденции, и вопросы-то, наверное, тоже очень часто повторяются одни и те же. Конечно. Конечно. И ведь искусственный интеллект, он ничего сам не придумывает. На самом деле он берёт самое лучшее, релевантное и адекватное. Другой вопрос. Нужно тоже уметь пользоваться. Ну вот в этом и сложность, с которой мы сейчас боремся. Ну, скажем, не боремся, а шлифуем, и которая будет точно устранена. И вот в ближайшее время не ходите к юристам. Всё будет делать искусственный интеллект. Вот. Ещё бы такой интеллект, который за нас работал и деньги перечислял. А это ближайшее. А это ближайшее. Времени мало, поэтому к другой теме перейдём. Ну вот до мая ещё месяц, но я не уверена, что в мае мы снова с вами встретимся в этой студии. А я переслушивала наше с вами прошлое особое мнение. Оно было как раз через несколько, по-моему, недель после того, как пришёл к нам новый губернатор Александр Соколов. И вот уже скоро месяц, скоро год. Тогда вы говорили, что новый человек, неважно, кто это был, Васильев, теперь пришёл Соколов, в принципе, ничего для людей особо сделать не сможет, потому что делает он для системы. Вот я хочу вас спросить. Прошёл год. Вы год наблюдаете. Мы все год наблюдаем за новым губернатором. Удалось ли ему показать что-то такое, чего мы тут в Кирове ещё не видели? Какое-то другое отношение к нам, другие подходы в работе? Моё мнение не изменилось. Ну, ровно потому, что и оснований-то для этого нет. Мы что, стали губернатора выбирать? Нет. Нам его, опять же, назначают. И именно вот эти посылки сформировали моё мнение о том, что ничего не изменится. Без разницы. А личность человека, его взаимоотношения с коллегами, допустим, которые мы на ежедневных планёрках наблюдаем, ещё что-то? Знаете, в чём дело? Дело в том, что эта личность во главе нашего региона прошла такие фильтры, которые проходят фильтры и все остальные личности. И поэтому эта личность ничем от другой предыдущей личности не отличается от слова совсем. Да, конечно, может быть, разный возраст, разный там, не знаю, посыл. Но, тем не менее, ситуация не будет никак меняться, пока не будут конкурентны свободные выборы губернатора ли, главы ли администрации города. Всё будет по-прежнему, несмотря на личность. Система настолько инертна и мощна, она не даст пробиться по-настоящему креативным людям. Всё то, что делает Соколов, мы уже делали давно, и вот ровно по таким же лекалам. Вот недавно проходили, например, креативные какие-то сборища глав муниципалитетов по выработке и по привлечению инвестиций в свой муниципальный образование. Так вы знаете, вот мы делали это, по-моему, в 2016 или в 2015 году. Тоже собирались в здании нашего опорного вуза и ровно так же собирались, штурмили. Ну, там даже было попредставительней, по-моему. Что изменилось? Всё то же самое. Мы, как говорили 10 лет назад об инвестиционном климате, да, кстати, у нас были успехи, мы входили в десятку лучших. У нас были лучшие практики по Российской Федерации. Например, оценка регулирующего воздействия. Всё то же самое продолжается, только с меньшим успехом. Простите мне мой пессимизм, но ничего не изменилось. Просто ничего не изменилось. И мы пытаемся какой-то другой результат получить, делая то же самое. Результат будет тот же самый. Инструменты те же, подходы те же. Делая то же самое, вы имеете в виду, делая так же, или начиная какие-то проекты, которые 5 лет были начаты заново? Да всё делается точно так же, как делалось это 10 лет назад, 15 лет назад. Кардинально изменит всё свободные и конкурентные выборы. Когда мы сможем действительно выбирать тех людей, которым мы верим, когда мы сможем с них спрашивать на следующих выборах. Вот об этом мы много и часто говорим. Сегодня я вот о чём подумала. Обычно, когда люди кого-то выбирают, они могут выбрать человека не очень в системе выгодного и приятного. А наш регион прям очень сильно дотационный. А когда человек в системе не выгоден, не интересен, будет ли этот регион что-то получать вообще? То есть мы тут что за 5 лет всё поднимем так, что дотационным быть перестанет? Дело в том, что Вятка – это часть России. И сделать Вятку отдельным каким-то счастливым регионом в составе Российской Федерации, такой, какая она сейчас есть, это, конечно, невозможно. Надо менять всё, начиная от Москвы, заканчивая Калининградом и Дальним Востоком. Но это уже менее реально звучит, чем искусственный интеллект через месяц. Вот и что дожили, да. Ещё одна тема. В ЗАГСобрании Кировской области будут рассматривать инициативу об отмене транспортного налога для электрокаров. Мы эту тему обсуждали, ну, не мы конкретно, а мои коллеги эту тему обсуждали вчера в эфире Дневного разворота. Один из авторов инициативы, Альберт Бекалюк, владелец электрокара, он сам вчера об этом рассказал, он сказал, что это нужно в первую очередь для того, чтобы защитить планету от загрязнения, чтобы, значит, люди не боялись покупать электрокары, потому что они не будут платить за них налоги. Плюс нужно развивать структуру для электрокаров, а Москва сказала, что будем помогать вам в этом только, только если вы введёте льготы, потому что такие льготы введены уже в некоторых других регионах. Вот на ваш взгляд, эта инициатива хорошая или что-то тут опять несправедливо? Ну, слушайте, инициатива хорошая, я полагаю. В этом направлении нужно двигаться, но насколько она актуальна, злободневна, я бы, наверное, так не сказал. Видимо, есть какие-то более насущные дела, на которые могли бы направить свои усилия депутаты, но есть некая искусственно ограниченная повестка дня, на которую безопасно говорить в настоящее время. Ну, вот люди стараются хотя бы что-то делать, что им пока дозволено. Инициатива хорошая, но я думаю, что это даже не один процент населения Кировской области. 170 с чем-то электрокаров зарегистрировано, причём, как сказали вчера, ну, вот тот же Бекалюк, большинство из них небольшой мощности, до 100 лошадиных сил, и вот не так много машин мощных, на которых там, я так понимаю, уже налог на роскошь платится, да? И вот, ну, хочется сказать, не двойная ли тут роскошь? Вслед за Бекалюком выступал Александр Басманов, это основатель клуба владельцев электрокаров. И вот интересно, ну, это звучало, честно говоря, как мем практически. Да, конечно, нужно убрать налог, и буквально там, через несколько предложений, владельцы электрокаров экономят 150 тысяч в год на содержание этих машин. Ну что, ничего плохого я в этом на самом деле не вижу. В конечном итоге депутаты, это в хорошем смысле лоббисты, они представляют интересы жителей. Какой-то определенной категории. Владельцы этих 170 автомобилей, электрокаров, являются тоже жителями Кировской области. Пусть небольшое количество, но вот они есть. Не поэтому депутаты представляют и их тоже, и их интересы тоже. Поэтому, если кому-то от этого станет легче, ради бога. Ну вот надо еще, есть у нас минутка до окончания первой части эфира. Надо заметить, что следом за этим законопроектом появился еще один, где хотят убрать налог, отменить налог для малолитражных, правильно я говорю, не очень в технике могу быть компетентна, автомобилей на газовом топливе. Вот чем проще, легче будет населению житься, тем лучше. На самом деле, депутаты на это нами и избраны, для того, чтобы представлять наши интересы. А если это совпадает с какими-то общими мировыми трендами, как-то это будет оздоравливать климат наш и ситуацию с экологией, отлично, прекрасно, я бы поддержал. Уйдем в этот момент на рекламу. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А в гостях у нас управляющий партнер международной юридической компании «Кассины партнеры» Олег Кассин. Олег, а ведь раньше я вас представляла длиннее и была еще одна должность, президент. Скажите лучше, вы? Президент Фонда поддержки предпринимательства «Содействие». Насколько я знаю, этой организации больше нет. Да. А причины? Действительно, некоммерческая организация перестала существовать. Предприниматели перестали нуждаться в помощи, но ведь такого быть не может. Хотелось бы, да? Знаете, я полагаю, что здесь мы следуем, мы ничем не отличаемся от основного нашего российского общества. Мы следуем тем тенденциям, которые сложились на сегодняшний день. А на сегодняшний день государство в лице Минюста и не первый год уже на самом деле, поэтому тут никаких неожиданностей нет, чистит реестр некоммерческих организаций. И тут опять возвращаемся к той ситуации, так называемой революционной, когда верхи не могут не обращать внимания на большое количество некоммерческих организаций, независимых, маленьких, больших, разных, не связанных, ассоциируемых с государством, с муниципалитетом. И уже не первый год вот идет чистка этого реестра некоммерческих организаций. Но и сами некоммерческие организации в связи с теми высокими требованиями законодательства по своему существованию, по факту своего существования не могут уже как-то согласовываться с гражданским законодательством. И вот поэтому как раз в начале этого года была ликвидирована наша организация, которая существовала с 2018 года. Организация принимала участие и в общественных советах, в каких-то благотворительных акциях, в консультировании предпринимательского сообщества. То есть делала какую-то свою функцию, которую в последнее время, ну уж скажем честно, она не могла уже осуществлять по причине того, что появились, например, новеллы в гражданское законодательство, которые данная организация не могла выполнять. Поэтому, скажем так, мягко, медленно, но Минюст и государство наводит порядок в рядах некоммерческих организаций. Не нужны такие помощники? На сегодняшний день точно не нужны. Потому что за таким огромным количеством некоммерческих организаций, глаз да глаз. И они все время норовили в силу своей независимости, неангажированности, что-то продекламировать, продекларировать, рассказать о том, как это делается, например, во всем цивилизованном мире. Еще и грант на что-нибудь получить. Ну, вы знаете, вот за всю историю существования Фонда поддержки предпринимательства содействия грант был получен, по-моему, всего лишь один раз. Ну и по итогам этого гранта приходилось еще обращаться к спонсорам, к тому же бизнесу, чтобы закрыть эти обязательства. Поэтому гранты такие организации никогда и не получали. Просто потому, что есть политика государства, четко артикулируемая в последнее время, там это, ну вот, горизонт 5-10 лет, когда вы не нужны, вы со своим независимым мнением не нужны никому. А помогать должны? А вы плываете сами. Зачем? Нет, я имею в виду не организации, а помогать предпринимателям тогда должны. А у нас много очень структур государственных, окологосударственных, которые призваны помогать. Опускаем эффективно и неэффективно. С точки зрения, скажем так, они же финансируются из бюджета. И это, я вас уверяю, большие деньги, о чем мы говорили давно, долго. И на заре, скажем так, от становления нашей некоммерческой организации было время, когда мы обращались в арбитражный суд Кировской области с требованием, с просьбой отменить и признать незаконной государственную программу поддержки малого и среднего бизнеса. Итогом чего стало решение, значит, по ее изменению и приведению в какие-то более или менее цивилизованные нормы. Ну, в принципе, после этого уже понятно, почему. Вот и все. Ну, вот я думаю, что вот та ситуация, которая сейчас сложилась, наверное, останутся большие игроки. Такие, как Торгово-промышленная палата, как Российский союз промышленников и предпринимателей, у которого вчера вот было как раз расширенное заседание правления, на который приходила Алла Албегова, значит, представители из правительства, из Министерства промышленности и предпринимательства, Доренский. Вот. Ну, вот такие игроки нужны. Скажем так, системные. И, кстати, вчера, что было интересно, я не знаю, является ли этот человек вашим спикером, но предприятие, одно из предприятий Кировской области, Бизнес Информ, Агаев Азиз, написали заявление о выходе, о добровольном выходе из РСПП. Вот это, что для меня тоже было, конечно, странно, без обсуждения, практически единогласно, было принято решение удовлетворить данное заявление. Было бы интересно, конечно, узнать у Азиза Агаева. В связи с чем он оттуда вышел? Ведь он занимал должность заместителя, руководителя. Ну, если он придет к нам в гости, у нас будет о чем его спросить. Потому что обычно так не происходит. Обычно так не происходит. Три минутки осталось. Тут есть еще у меня несколько легких тем. Ну, вот, например, Кировчанам предложили сейчас тоже обсуждаемая тема. Предложили выбрать вариант памятника Александру Невскому. Некоторые возмущаются, а почему не предложили выбрать, нужен он вообще или нет? Как-то так вдруг возникло... Ну, было обсуждение общественное, да, но все-таки людям сказали, что да, он будет. Вы видели предложенные варианты? Да, я видел. Но я не являюсь специалистом в области, скажем так, архитектуры и не готов судить, как... А если говорить о том, нужен или нет вообще? Вы знаете, я полагаю, что у нас есть, например, механизм какой-то инициативы по установке этого памятника. Хотелось бы мне, например, как юристу, как эксперту в правовых вопросах понять, как же все-таки пришла эта инициатива. Кто-то, наверное, выступал инициатором, как-то обосновывал. Зачем это нужно? Почему это нужно? Прошли ли необходимые согласования с тем же экспертным сообществом, которое могло бы сказать Александр Невский в городе Кирове и даже в городе Вятке и в Хлынове ни разу не был. Почему? Ну, наверное, это, значит, возникло и место, и данный исторический персонаж в связи с тем, что там был собор, который взорвали. Но тут давайте спросим специалистов тогда из Русской Православной Церкви. Они там очень грамотные люди, они нам объяснят, нужно, не нужно. То есть надо определиться, какие посылки были для того, чтобы поставить именно такой памятник именно в этом месте. Пока мне непонятно. А обсуждать, ну, знаете, кто-то присутствует на обсуждении, а кто-то не присутствует. У кого-то, извините меня, круглосуточная работа, а кто-то просто, вот как я, например, выехал на неопределенный срок из региона. Год остается до большого празднования, юбилея. Город выбирает символ юбилея, буквально у нас полминутки. Вариантов много уже предлагают создать кировчанам этот символ. Динозаврик, бельчонок, рысенок. На ваш взгляд, кто должен быть или что должно быть символом юбилея? Вот из этих, точно никто из этих предложенных вариантов. Ну, бельчонок, наверное, там отсылка к мехам. Не из этих, да. А не из этих. А на ум приходит кто-то сразу? Да, ну, понятно, что приходит на ум как бы наркология, но ладно. Динозавры, ну, тоже я вот, несмотря на то, что у нас большие археологические находки есть в Котельниче, да, но ведь мы говорим о городе Киров. Есть кто-то у нас, прям вот уже вы злокорежиссер, есть на ваш взгляд кто-то, кто мог бы быть? Нет, такого нет. Такого нет. На этом завершаем программу. Олег, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам, доброго дня слушателям. Благодарю вас. Всего самого наилучшего. Особое мнение на 101FM